Вот так делаю, чтобы она проходила. У всех девочек уже там грудь выросла второго размера, а у меня еще даже не стартовала. Вот видно, да, я пошкребу. Будут вот такие звуки. Либо вы его не увидели, либо он вам не понравился. Ну что, всем привет! Вы снова на нашем канале Яна Лученко. Сегодня у нас очередной мукбанк, и мы наконец-то дома на нашей привычной кухне. Я уже не терплю. Кто-то очень хочет кушать. Сегодня мы готовили сами. У нас здесь вот такая вот запеченная картошечка, пожаренный лосось в горчичном каком-то соусе. Рецепт напишу в описании, оставлю, как готовили. Так, и у нас шпинат. Шпинат в сливках. Писка. Да, все готовили сами. Сейчас мы накладем друг дужечку. У нас еще здесь есть соусы. Так, давай я накладу, давай я его порежу, наверное. Так, ну что, давайте приступим. У нас много с вами, о чем сегодня можно поговорить. Выделила очень интересные ваши вопросы, и хотелось бы на них, конечно, ответить. Сразу всем передаю привет. Если успеем сегодня, то в конце передам лично приветы, кто просил. Давайте я попробую. Сейчас я очень люблю шпинат в сливках. Рыбка. В общем Все готовили сами Не обязательно вам рассказывать Что я парушку дам не делала У меня, кстати, новая паста Угу, зубная Да, но она мягкая Мятная? Угу Да Да, они мятные Ой, отсюда взяла Все Сейчас вы меня заругаете, что я Взяла из общей тарелки Невоспитанная В общем Давайте на ваш вопрос Очень вчера хороший вопрос увидела Честно, я сегодня не заскринила Поэтому Не помню, кто конкретно его написал Но, я думаю, вы поймете Вам большой привет Спасибо за ваш вопрос А вы что, молодой человек Без паранфета? В общем, какой планный вопрос? И без телефона Поверь В общем, какой планный вопрос? Почему я Не улыбаюсь? Ну, такая, в общем Недовольная вещь А почему он тут в комментарии Насмотрит А я помню Потому что Ну, так помню В общем Это интересный хороший вопрос Потому что У него есть своя Целый мешок Пакетов Вот такого размера Ниже чем мука На самом деле Почему я не улыбаюсь Это Здесь свое объяснение И Есть своя причина На самом деле Что Скажем так Что Смотрите, какое-то Петерина Достаточно Платье Но Она Белая Это Что Ну Похоже На Ходбоку На Ходбоку? Да На Жарко Жарко А? Жарко Я Просто Жарко Мне Там Гулять Но Я Не знаю Как Ты погуляешь В Это Платье Все Но Не Знаю Ладно Так Подписчики Не Подписывайтесь В общем Скажу вам сразу Это Я Еще Даже Улыбаюсь А Это Еще У У меня Даже Довольное Лицо Потому Что В принципе Раньше Я думала Что Я В принципе Улыбаюсь И В принципе Нормально Что У меня Так Лицо Кирпичом Скажем Так Я И Не Догадывалась Потому Что Так Как Может Лицо С Диск Скажем Стать Кирпичом Не Поняла Как Может Стать Кирпичом В общем И Начну Прям Совсем Сдалека То Что Я Заметила Что Я Совсем Не Улыбаюсь Я Стала Это Замечать После Того Как Начала Вести Свой Блог До Этого Я Считала Думала Что Нормально Я Улыбаюсь В Принципе Вот Когда Ты Ведешь Свой Блог То Ты Фотографируешься Сначала Это был Инстаграм В Инстаграме Поначалу Были Просто Фотографии Естественно Ты Выкладываешь Самые Лучшие Там Рабочая Сторона И все Все Дела Потом Появились Вот эти Вот Сторис Функция В Инстаграме Не Было Сначала Функции Естественно Я стала Видеть себя По видео И по фото Это абсолютно Разные То есть Когда вы видите Себя на фотографии Это одно Когда вы видите Себя На видео Это уже Абсолютно Другой Это абсолютно Другой Человек Вот Естественно На видео На видео Я стала Замечать Что там Я тоже Другая Но Ну Это тоже Опять же Было Не сразу И потом Я поняла Что у меня Во-первых Идут Фотографии Однотипные То есть Почти Что постоянно Какое-то Каменное лицо На видео Со стороны Я стала Замечать Что мне Реально Ну вот Я просто Без эмоций Да Типа Что-то происходит А я Вот У меня Вот такое лицо Хотя Вспоминаю Тот момент Я помню Что там Мне было Весело Ну то есть Не лицо Постоянно Загруженного Какого-то Человека То есть Внутри У меня Одно состояние А снаружи Видно Что я Другая То есть Знаете Когда наоборот Вам внутри Плохо Но вы Улыбаетесь А у меня Было наоборот У меня Внутри Вроде Все нормально И хорошо Но вот Снаружи Как будто Вообще Все плохо И Естественно Когда я Это Стала Замечать Вообще Это Очень Полезная Практика Особенно Если У вас Есть Ребенок Вы Можете Просто Не Для Соцсетей Не Для Чего Вы Можете Просто Записывать Свои Разговоры Например С тем же Ребенком Но не думая Что вы Себя Снимаете То есть Просто Записывать И просто Смотреть На себя Со стороны Это Очень Хорошая Проработка Идет Конкретно Ваших Качеств И Так Вы Можете Посмотреть На себя Со стороны Вам Будет Казаться Что В принципе Вы Нормально Разговариваете Может Быть Не Грубите Вроде Все Нормально Но Когда Вот Поэтому Я стала Замечать Вот Такой Вот Косяк За собой Я стала Разбираться И Что такое Длинное И странное Вот Такой Вопрос Хочешь Что-то Сказать Давай Капа Че Я Крошка Фрик У Все Так Так Ты Не Знаешь Как Полететь На Небо Вот В принципе У нас же Есть Небо Ты Не Можешь Сам Улететь На Небо Ты Человек Только Шарики Можешь Улететь И Пёрышки И Блёшки Что Ещё Такого Можешь Улететь Музык Можешь Улететь Листов Или Какие-то Бумажки Саписки Но Небо Можешь Улететь Сюда А Шарик Быстро Улетает Не Можешь Не Летать Опять Вниз Вот И В общем У меня Ну Естественно Я докопалась До истины И В общем Начала Над этим Работать Потому что Я не скажу Что это Естественно Тянется С детства Я не скажу Что В детстве У меня были Какие-то проблемы Комплексы По поводу Своей внешности То есть Я не считала Себя Супер Красоткой Но Просто Не запаривалась Ну то есть Конкретно Что Вот я сильно Переживала Знаете Вот в эти Подростковые Времена Насчет Прям Своей внешности Что у меня С лицом Что-то Не то Не было Такого Я больше Переживала За то Что у всех У девочек Уже там Грудь выросла Второго размера А у меня Еще даже Не стартовал Вот за это Как бы Да Было Немножко Переживание Опять же Это Подростковое Оно прошло Вот И у меня Получаются Кривые зубы То есть Очень сильно Это в принципе Заметно Я думаю Вы тоже Это заметили Нельзя Это не заметить А что И как Как того Меня это Не парило Но я понимала Что Допустим На фотографиях Ну в принципе Да Это не очень Красиво И автоматически Я приучила Себя Как бы Скажем Не показывать Свои зубы То есть На фотке Если я улыбаюсь То Ну Улыбаюсь Вот В полулыбки Если разговаривать В общем Для того Чтобы это делать Мне То есть У меня получается Что Практически Все лицо Не Работает Скажем В полсилы Да Все эмоции На лице На лице За вот это За большой Период времени Который я Приучила себя Чтобы Не осветить Своими зубами Получается Что Ну просто Мое лицо Вот привыкло К этой статичности И все И буквально Знаете Наверное Год назад Может быть Чуть больше Даже если вы Посмотрите Мой инстаграм Вы заметите Как я делала Фотографии То есть Все фотографии У меня идут В полулыбки С закрытым ртом И буквально Наверное Год назад Я осознала Что Все по картошечкам Парочку есть Что это Не мои Ну Не мои Настоящие Скажем так Эмоции Потому что Когда я захотела В блоге Уже делиться Ну С собой То есть Такая какая есть А не делать Из блога Там какую-то Знаете Готовую картинку То я начала смотреть И понимать Что ведь Это не На фотографии Это не мои эмоции На видео Это не мои эмоции Ну то есть И Буквально Вот по фотографиям Даже если следить То можно увидеть Что год назад На фотографиях Я стала улыбаться Именно Как моя Вот идет Моя естественная улыбка То есть Вот В эту улыбку Я улыбаюсь И я стала делать Фотографии Ну то есть Меня это абсолютно Вообще Никак не парит А вот этого Гуже я не стала И сейчас На самом деле Это такая Большая проработка Представьте Что мышцы Много лет На лице Не выражали Никаких эмоций Были более Статичны То и сейчас Они вот Ну скажем Как будто Вот такие Вот Как будто Я реально Чем-то недовольна Хотя на самом деле Я уже стала Больше Да Эмоционально Подвижна Лицом Но Ну естественно Я думаю Что это Не сработает Так прям Быстро В один день Это не может Так взять И все И чтобы на моем лице Были видны все эмоции Поэтому вот так И у Вали будут брекели И у мамы будут брекели Да Вот Это история с зубами Знаете Наверное На целый мукбанк Поэтому Вот такие вот дела Еще Был очень хороший вопрос Там не вопрос А Девушка написала Что Что Нельзя давать детям Сырую рыбу Ну в общем На самом деле Это хорошие советы Которые вы пишете То, что ребенок У нас ест роллы И тому подобное Конечно Действительно А вообще Я уже говорила Что вообще Вопрос питания Это очень такая Скажем Спорная тема И Вообще Нету Никакого Продукта Который является полезным Или является вредным Любая еда То есть Правильным и полезным У вас может быть Только рацион Ну и конкретная еда Потому что От любой еды Даже от любой воды При его неправильном Употреблении При чрезмерном Употреблении Даже той же воды Она может вам Стать наоборот Как во вред Да А не в плюс И например Если вы Съедаете Что например Картошку фри Раз в неделю То ничего От нее От нее Вам не будет Но если вы Каждый день Кушаете Картошку фри На завтрак На обед То есть От регулярного Такого потребления Любого продукта Тогда Действительно Что-то у тебя Сегодня все падает То как ни крути Она будет вам Наоборот Только во вред Вашему организму Повторю Что даже вода Да И что касается Рыбы То Все что вредно Взрослому То и вредно Ребенку Единственное Что на массу Тела Скажем Да Дети Быстрее Там Травится И тому подобное И например Как можно Вредить Та же рыба То например Та же сосиска Опять же В ежедневном Да Употреблении Например Тоже колбаски Сосисок И тому подобное Оно Вредит Да В миллионы раз Больше Чем например Съесть раз в неделю Там Два-три ролла Там Не знаю Сколько там Грамм этой рыбки В ролле Здесь Главная опасность Это да Некачественные продукты Отравления Но Это уже будет Знаете Жить Уже в такой параной Когда вы считаете Что Ваш ребенок Везде может Отравиться То Тогда вам нужно Знаете Детский сад Бегать Лабораторное Исследование Делать Чем вас там Кормят Потому что Можно Хлебом Из магазина Отравиться И молоком И молочкой Неправильное Хранение И все То есть Если так сильно Прям Переживать За еду То это уже Будет перерасать Знаете В какую-то Паранойю Поэтому Если у нас Есть подозрения Мы просто Это не кушаем И плюс Да Мы не кушаем Это каждый день Есть те моменты Ну в принципе Авигей Она не ест сырую рыбу И по большей части Ролл Она объедает Только рис С сыром Например Рыба В нее выплевывается И эти кадры Естественно Я вырезаю Вам не оставляю Чем это Не кашло Да Поэтому Скажем Так Скажем Так Вот так Вот Но спасибо Опять же Потому что Когда вы пишете Свою точку зрения Адекватно Я думаю Вы поняли То это дает В любом случае Мысль Для рассуждения И это хорошо То есть Вы пишете Свою точку зрения Мы порассуждали Да И пришли К какому-то Выводу Вот 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 такие вот дела Давайте На счет Пластиковой посуды Еще раз повторюсь Почему берем Пластиковую Потому что Давайте Я вам Прям покажу Пример В общем Я вам Опыт Опыт Ставим С вами Вот я Сейчас Сидела И кушала Вот здесь У меня Микрофон Я сидела И кушала Пластиковая Тарелка То есть Я шоркала Своей пластиковой Вилкой Ну она Не пластика Она бумажная Вот Даже вот Сильно Я пошкребу Будут Вот такие звуки Вы слышите Это прям Ну сильно Хотя я Ну даже Практически Не затрагивалась И вы не слышали Если бы У меня Была Вот эта Тарелка Это не пластик И железная Вилка Было бы Вот это То есть Вы бы Слышали Вот такие Звуки Ну особенно Ну я Извиняюсь Ну в общем Вот Поэтому я думаю Вопрос С пластиковой Посудой Немножко Закрыт Вот И Ну где можно Использовать Не пластик Даже вот сюда Я положила Пластику То есть Когда мы Накладывали Я положила Пластиковую Чтобы ложкой Не шкрябать И вам по тарелке Потому что Это лишний Помехи Так что Вот ребят На прошлом Видео В общем Артем Приложил выходить В прямые эфиры Я пока вообще Без понятия Как это на ютубе Мы в прошлом Ролике написали Но там очень мало Просмотров И либо вы его не увидели Либо он вам не понравилось В общем Мы там прям В шапке написали Идею выйти в эфир Но никто Ничего не написал Поэтому давайте Напишите Под этим роликом Нет Если интересно Вообще Такое Вообще Выходите Вообще Интересно Выходите В эфиры На ютубе Потому что Ну как бы Я еще Пока в этом Например Ничего не знаю Мы там Никогда не выходили Потому что В инстаграме Прямые эфиры Ну не очень популярны А насчет Ютуба Вообще не знаем Поэтому Вопрос конечно Опять же К вам Если это будет интересно Мы попробуем Выйти в прямой эфир Естественно Заранее договоримся Наверное Сделаем так Потому что Сейчас уже Наверное Время И уже будет Неинтересно Давайте На следующий Мукбанг Мы хотим Приготовить Фондан Шоколадный Да И мы наверное Попьем с вами Чаек И я прям Лучше подготовлюсь И За скринью Ваши вопросы Да За скринью Ваши вопросы И мы Это дело Обсудим Я думаю За чайком И будем Готовить Шоколадный Фондан Полностью Картошку Доели Да Мы слопали Всю картошечку Там Там еще Чуть-чуть Есть Да В общем Ладно Давайте тогда Будем завершаться Пока Ставьте лайки Подписывайтесь Пока Встретимся Еще раз На вашем Канале Еще время В общем Давайте Мы тогда Соберем Прошлые вопросы И под этим Видео Пишите Ваши новые Вопросы И мы Посветим Целый Мукбанг Будем отвечать На все вопросы Передавать Всем приветы Но уже На сладком Мукбанке Мы сами Приготовим Фондан Если у нас Он получится Но если Не получится То придумаем Что-нибудь Другое Вот Поэтому Спасибо Что были Сегодня с нами Спасибо Что досмотрели Этот мукбанг До конца Ждем Ждем Ваши Вопросы Ждем Ваши Приветы Я думаю Что Получится Мукбанг Почему Получился У нас Все Сладости Получились У нас Да Все Десерты Получались Ну В принципе Я думаю Там Может Не Получиться Если Мы Передержим И Все Таки Внутрь Кексика Внутренности Кексика Запекутся А так В принципе Я думаю В целом Она Получится До новых Встреч Всем Пока Пока Доцунки